Ливия 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 Дайберт подчеркнул, что вопрос установления режима полного прекращения боевых действий в Ливии является ответственностью самих сторон конфликта. Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ Берлинской конференции по Ливии содержит положение об устойчивом прекращении огня. Я считаю, что конференция больше успеха, чем провал, потому что впервые все собрались для решения конфликта в таком представительном составе. Раньше ни в одном конфликте такого не было, когда были конфликты в Ираке, в Йемене, в Сирии, конфликты этого региона. Но каждый действовал сам по себе или может быть в коалиции своих союзников. А вот в Ливии впервые мы видим совершенно новую историю, когда разные силы собираются за одним круглым столом, обсуждают и приходят к какому-то единому мнению. Тем временем главнокомандующий Ливийской армии согласился вернуться в Москву для продолжения переговоров. Об этом фельдмаршал сообщил в письме Владимиру Путину, поблагодарив его за усилия по достижению мира в стране. Его, конечно, здесь будут ждать. А он, в свою очередь, конечно, без России сейчас не сможет ничего окончательно решить. Ну, вообще, роль России какова? Она непосредственно не участвует, не поддерживает ни одной из сторон. Но без нее бы конференция в Берлине не состоялась. Россия фактически уговорила, усадила за стол переговоров об противоборствующей стороны. То есть Россия сейчас выступает как медиатор на Близнем Востоке, в Северной Африке. Очень уважаемая третья сила, которая может урегулировать конфликты разным путем. Камиль Гимазденов, Универньюс.